Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, я сердечно приветствую всех, кто находится с нами в это утро. Я приглашаю вас вместе со мной открыть текст Священного Писания, над которым мы будем сегодня рассуждать. Это Первое Соборное Послание Святого Апостола Иоанна, 1 глава, 7 стих. 1 глава, 7 стих. 2 глава, 8 стих. 23 глава, она отличается от всех глав Евангелия от Матфея тем, что она посвящена одной группе людей, религиозной группе людей, которых называют книжники и фарисеи. «Всю главу Христос посвятил этим людям, показав истинное лицо ихней жизни, ихнего хождения пред Богом. Семь раз мы слышим из уст Иисуса Христа горе вам! Семь раз мы слышим из уст Иисуса Христа лицемеры!» Очень сильная глава, почитайте как-то дома, для того, чтобы нам, братья и сестры, не услышать из уст нашего Господа горе вам. Сегодня нередко можно услышать от людей, неверующих, лицемерное христианство. Слышали? Имеется в виду та группа людей или отдельные люди, которые говорят, что имеют общение с Ним, а ходят во тьме. «То ни лжецы не поступают по истине». Это была тема нашей прошлой беседы, когда мы говорили о шестом стихе. Это я говорю для того, чтобы немножко связать и вспомнить, что мы говорили в предыдущий раз. И все же, братья и сестры, несмотря на всю реальность, в которой мы находимся, на все соблазны, на все слабое христианство, на все падения людей, которые говорят, а живут не так, И так, Господь через своего апостола Иоанна говорит, у меня есть путь, который называется хождением во свете. И тема моей сегодня проповеди так и называется хождением во свете. Мы будем говорить о трех простых, очень важных истинах. Хождением во свете. И результат этого хождения – это общение друг с другом и кровь Иисуса Христа тогда, только тогда, братья и сестры, при этом условии будут очищать нас от всякого греха. Итак, возникает вопрос. Когда человек может начать ходить во свете? Тогда, когда он рождается в христианской семье, тогда, когда его привели в церковь, и он начал посещать церковь, тогда он сидит на собрании и держит вот так Библию, или он поет, или он носит, может быть, крестик на пиджаке или на шее, или раздает Евангелие, когда человек начинает ходить во свете. Это немаловажно. Псалмопевец завид о себе, говорит, в 50-м псалме, 7-м стихе. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя, говоря о том, что он с самого детства, он родился в греховной тьме, в духовной тьме, восприняв от прародителей греховное естество. Но апостол Павел, посланник Ефесина, 5-я глава, 8-й стихе, говорит, вы были некогда тьма, говоря о нашем прошлом, но теперь вы свет в Господе. Показывает им, что всякий человек, который приходит в этот мир, он начинает свой путь с духовной тьмы. Братья и сестры, только благодаря тому, благодаря тому, что Бог, повелевшим из тьмы воссиять свету, который озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Только благодаря этому, братья и сестры, мы можем начать свой путь, ходить во свете. Только когда Евангелие проникнет в наше сердце и осветит нашу внутренность, укажет нашу нужду, Друзья, где бы ни находились, в какой бы месте человек ни находился, он выходит куда? К свету. Потому что он уже не может жить в этой во тьме. Ему нужен Бог, он нуждается в Боге, который будет его вести, просвещать его жизнь, его мысли, его характер, его сердце, братья и сестры. Только тогда. Все безрезультатно. Убеждайте ему, уставы давайте ему, запреты ставьте, нравоучение, ничего не поможет. Только одно Евангелие просвещает нашу тьму и наше сердце. И апостол Павел, который пережил вот это состояние, помните, по дороге в Дамаск, что случилось? «Свет осиял его, сам Христос явился и осветил его, и он услышал голос, Саввел, Саввел, что же ты гонишь меня?» Братья и сестры, и потеряв на время зрение, физическое зрение, он нес, наверное, всю жизнь последствия от этой встречи, но он приобрел другое зрение, духовное зрение, свет духовный проник в его жизнь и никогда не покидал апостола Павла. Он ходил, начал ходить уже во свете. Более того, он проповедовал об этом свете, и он говорил так, чтобы Бог дал ему особое повеление. В Деянии апостола, 26 глава, 18 стихом, он говорит, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы куда? К свету, от власти сатаны к Богу. Братья и сестры, на этого апостол Павел посвятил всю свою жизнь, потому что он увидел эту привилегию, это благословение, это счастье, жить во свете. Очень важно отметить, как Иоанн, братья и сестры, говорит, нашу христианскую жизнь, называет это хождением во свете. Он не говорит просто, знаете, это какое-то отношение, это какая-то позиция, он называет это хождением во свете. Знаете, почему? Потому что раньше не было понятия такого христианства. В первой церкви первые христиане не знали еще такое название христианства, как мы сегодня говорим. Знаете, как они называли это? Путем Господним или ходить путем Господним. Вот смотрите, помните, апостол Павел проповедует в Ефесе. Проповедует в Ефесе, Деяние, 19 глава, и там есть такой текст. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие – путь Господень. Не злословие христиан, а путь Господень. Злословие – это путь хождения во свете. 19 стих. В то время произошел немалый мятеж против пути Господней. Братья и сестры, дьявол ненавидит это хождение во свете, этот путь Господень. Когда апостол Саввел, будучи, когда он шел в Дамаск и нес письма в синагоге для того, чтобы, кого найдет последующим сему учению, вот интересно, который найдет ходящим сему учению, связав приводить в Иерусалиме. В оригинале написано «ходящим этим путем связать и вести в Иерусалим». Братья и сестры, из этого мы делаем вывод, что христианская жизнь – это не разговоры о Боге. Это не просто держать Библию в своей машине. Это не посещение в воскресенье утром в церковь, братья и сестры. Христианская жизнь, о которой Писание говорит, – это хождение во свете. И для того, чтобы мы с вами не искали, братья и сестры, никакой собственный свет, и не выдумывали своих собственных светильников, Иоанн говорит за этот вопрос «А как ходить во свете?» Обратите внимание, очень важный стих. «Подобно, как Он во свете». Не ниже, не выше. Выше не получится. Как Бог во свете. Вот так, Он говорит, нужен ходить христиане. Вот это свидетельство миру. Вот это истинная оценка, то, что мы дети Божьи. Братья и сестры, нет никакой альтернативы другому свету. Всякая попытка изобрести какой-то свой свет, она обречена неудачью. Сразу все откроется. Все станет сразу явным, братья и сестры. Не будем этого делать. Возникает ли вопрос, братья и сестры, возможно ли это? Ходить во свете, как Он во свете, как Бог. Ведь Он святой, ведь Он праведный. Ведь Он находится в неприступном свете. Каким образом? Мы можем грешные люди. Братья и сестры, и здесь смотрите, как настолько точно Священное Писание показывает. Слово стоит подобно. Похоже. Не написано, если ходим во свете, как Он во свете. Нет, между ними стоит вот это маленькое слово подобно, похоже. Это нам очень помогает, братья и сестры. Давайте посмотрим немножко на хорошую, прекрасную иллюстрацию, которая поможет нам понять эту истину. Подобно. Помните, как Господь сотворил человека? По подобию своему, не по физическому, по моральному, нравственному. Он отделил человека этими качествами, по своему подобию, уподобил себя. И когда Адам и Ева были там, безгрешными люди, братья и сестры, они ходили в отобщение с Богом, имели общение с Богом? Безусловно, они были в свете, ничто не мешало, ничто не препятствовало ихнему общению с Богом. Но Писание говорит, грех пришел в этот мир. Грех поселился в сердца этих людей. И смотрите, что происходит. Книга Бытие, 3 глава, 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И затем, мы читаем, и скрылись Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Почему скрылись? Пресестры, почему скрылись? Почему уже не идут в общение с Господом, который пришел к ним в прохладе дня? Иисус Христос отвечает на этот вопрос. Отвечает спустя много веков, когда Он пришел на эту землю через Евангелиста Иоанна. Он дает этот ответ 3 главе 20 стих. Очень важный стих, обратите внимание. Иисус Христос говорит, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету». Почему? Чтобы не обличились дела Его, потому что они злы. Вот что мешает, братья и сестры, людям ходить во свете. Потому что дела, оказывается, не всегда непорядочны наши. Да каждый из нас испытал, братья и сестры, тогда, когда мы согрешаем, падаем. Мы, подобно как и Адам и Ева, где-то скрываемся на какое-то время. И Давид говорит, «Когда я молчал, обещали кости мои от вседневного стенания моего». Не слышно того Давида, псалмопевца, который воспевает и благодарит Господа, по которому жаждет душа его, находясь в пустыне, стремился. Иисус говорит такие слова, 21 глава, 3 глава Евангелия, 21 стих. «Поступающий по правде идет к свету». Для чего? «Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Братья и сестры, вот просто, простой Евангелие и ответ. Кто поступает по правде, по праведности, тот будет стремиться к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, ходить во свете – это не значит не согрешать. Ходить во свете – это признать то, что я грешник. И нуждаться в Божьем прощении. В отличие от человека, ходящего во тьме, который таит свои пороки, человек, который ходит во свете, братья и сестры, он будет стремиться. Тогда он споткнулся. Когда он согрешил, братья и сестры, он будет стремиться туда, где сможет очиститься, омыться, осветиться, потому что он поистине знает, что только там его освобождение. Братья и сестры, ходить во свете – это не привилегия суперсвятых людей. Это привилегия прощенных, помилованных грешников, которые находятся на пути освящения, которые ежедневно нуждаются в благодатной крови Христа, которые понимают свою нужду в Боге, которые понимают, Господи, без тебя я не смогу пройти. Вот почему Давид говорит, что слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. И мы с вами до конца дня жизни, наши, баратья и сестры, будем нуждаться, чтобы ходить нам в присутствии Божьем. Есть прекрасная иллюстрация Ветхого Завета, когда народ Божий видел присутствие света в своей жизни. И, может быть, это были немногие, может быть, самые лучшие дни в их жизни. Давайте вспомним книгу «Исход», когда народ израильский вышел, наконец-то, из рабства египетского. Помните, чтобы была особенность, что сопровождало их. Если мы откроем книгу «Исход», 13 главу, мне очень нравятся эти слова. Смотрите, что там произошло. 20 стих, 13 главы книги «Исход», если можно, откроем Библии, или братья помогут. «И двинули сыны Израилевы из Сакфока, расположились с Таном Ефами в конце пустыни, Господь же шел пред ним и днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Удивительно, братья и сестры, какая милость Божья, народ несовершенный, грешный, но которые нуждались в Боге, и Бог пошел впереди в столбе огненном, светя им, дабы и не шли, идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненной ночью от лица народа. И обратите внимание, что следующее случилось, когда египтяне погнались для того, чтобы вернуть этот народ. И здесь Господь вышел навстречу. 14 глава, 19-20 стих. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и браком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь». Прекрасная аллегория. Прекрасный прообраз, братья и сестры. Это то, что происходит сегодня с детьми Божьими. Братья и сестры, у нас есть этот свет, который отделяет света тьмы, который помогает нам. Если бы не было этого света и хождения, братья и сестры, тьма поглотила бы. Мы бы не смогли, церковь не смогла бы устоять. И пройти весь этот путь, который она проходит. Братья и сестры, люди, которые жили со Христом. Мне так нравится читать вот Евангелие, описание жизни Христа. И знаете, что особо привлекает внимание? Реакция людей неверующих, те, которые назывались мытари и грешники. Есть там одно прекрасное слово. Они тянулись, они окружали, они находились со Христом, они любили слушать Его. Знаете, почему? Потому что Христос когда-то сказал, кто последует за Мною, тот не будет ходить где? Во тьме, но будет иметь цвет жизни. И люди, которые окружали Христа, они чувствовали интуитивно, что вот этот цвет, они получали эту радость, облегчение. Очень кратенький пример просто за мытаря Закхея. Помните, который искал видеть Иисуса? Маленький человек залез на дерево для того, чтобы увидеть Иисуса, отбросив всякую садливость, всякие правила приличия, абсолютно все, но чтобы видеть своего Господа. И когда Иисус пригласил и зашел, говорит, мне нужно быть в тебе доме, надо мне быть у тебя в доме, про сестры. Что произошло? Свет осветил все. Сердце человека, его алчность к деньгам, его серебролюбие, его жестокосердие осветило все и в доме, и в сердце. И Христос не призывал, не обличал, Он просто находился там. Свет пришел в дом. И вот результат. Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Что делает свет? Обнажил, осветил сердце, и Христос подводит итог этой встречи. Ныне пришло спасение дому всему. Братья и сестры, вот что значит свет приходит в жизнь человека. Итак, ходить во свете, братья и сестры, это не куда-то ехать, не за каким-то благодатным огнем в Иерусалим, ожидая сверхъестественного чуда, или удаляться куда-то в пустыню. Братья и сестры, ходить во свете, это жить в сознании и присутствии самого Бога. Посланник евреям, апостол Павел, говорит такие слова, 4 глава, 13 стих. «И нет творения, твари, сокровенные от Него, ибо все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему дадим отчет». В другом переводе написано, «Пред Ним все открыто, и глаза Его видят все». Жить во свете, это жить в полном осознании, что Господь видит абсолютно все, и не нужно прятаться, скрываться. Падаем, идите к Господу. Согрешаем, идите к Господу. Братья и сестры, ходить во свете, это жизнь, соответственно, этого хождения. Апостол Павел, посланник Ефеси, нам говорит в 5 главе, 8 стих. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». И затем он говорит, «Поступайте как кто? Поступайте как дети света». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. «Сын Божий пришел и дал нам свет». И обратите внимание, разум. Да познаем Бога истинного. Братья и сестры, нам, верующим людям, которые имеют свет, намного легче в этой жизни. Почему? Потому что дал Бог свет и разум поступать правильно, не ошибаться, удаляться, там, где подстерегают какие-то опасности, искушения. Почему? Есть свет. Потому что кто ходит днем, тот не спотыкается. Да поможет нам Господь, братья и сестры, пользоваться, и жить во свете. Более того, братья и сестры, апостол Иоанн говорит, не только призывает нас ходить в этом во свете, но он говорит о результатах хождения во свете. Если мы ходим во свете в присутствии Бога, то будет что-то происходить, нечто важное. Он говорит о двух очень важных вещах, о очень двух важных результатах. Первое, он говорит, что между верующими людьми, я подчеркиваю, подчеркиваю друг с другом, будет происходить нечто особенное. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Мы уже раньше касались, в третьем стихе, о общениях, о том, что Иоанн приглашает. Мы хотим, чтобы вы были в общении с нами, наше общение с Отцом и Сыном. Мы говорили о том, с вами, братья и сестры, что общение верующих существует в разных плоскостях или в двух направлениях. Это по вертикали и по горизонтали. По вертикали с нашим Богом. И, соответственно, когда у нас правильное отношение с Богом, тогда у нас есть и отношение друг с другом. И это очень важно. И общение, о котором говорит Иоанн, братья и сестры, он не говорит об общении, которое сегодня просто принято в мире посредством родственников, с друзьями или, может быть, по каким-то интересам или в социальных сетях, что сейчас очень популярно. Не об этом общении он говорит. Он говорит об особых отношениях, которые Бог подарил верующим людям, когда он создал церковь свою, друзья мои. Вот об этом говорит Иоанн. И когда церковь была создана на этой земле, они пережили, люди, обратите внимание, из язычников, которые присоединились к церкви, из иудеев. И там было далеко не всегда понимание, может быть, в вопросах ихнего служения, понимание вероучения, Ветхого Завета, благодати, Евангелия Иисуса Христа. Но там были особые отношения друг с другом. Они видели, что свидетельство имеют для мира особое. Почему? Люди видели, что эти верующие люди, которые написаны, как в Деянии апостолов, они посвятили себя не только пребывать в учении апостолов, не только в молитве, не только в преломлении хлеба, но там есть четвертый принцип, это общение друг с другом, кайнония в греческом языке. Они собирались в церкви, они собирались по домам, они вкушали хлеб в красоте, с благодарением, они заботились друг о друге. И мы читаем краткие свидетельства, как у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Мы читаем свидетельства, они увидели, что не было между ними никого нуждающегося. Мы читаем, они хвалили Бога и находились в любви у всего народа. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Братья и сестры, это был результат того, что люди, первая церковь, они ходили во свете, подобно как он во свете, имели эти привилегии и благословения. Они имели общение друг с другом. Это общение было сильным свидетельством для этого мира. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, когда мы закрыты для общения друг с другом, когда мы не стремимся в церковь, в собрание, не стремимся в какие-то молитвенные общения, группы, в разборе, где-то мы собираемся, чтобы помолиться вместе, просуждать, прославить Господа, изучаем Писание. Библия говорит о том, что у нас что-то происходит с нашим общением по вертикали неправильно. Что-то тот свет, где-то мы отошли от него. Мое сердце не влечет больше к общению друг с другом. Это очень важно, это очень серьезно. В Библии мы находим очень многие места Писания, которые говорят говорят о взаимной заботе и отношениях друг с другом. Церковь, дорогая, мы читаем, молитесь друг за друга, говорите истину друг другу, не сетуйте друг на друга, наставляйте друг друга, заботитесь друг о друге, увещевайте друг друга, любите друг друга, признавайтесь друг при другом. Братья и сестры, это только маленькая часть из всего, что Писание говорит о правильных отношениях верующих друг с другом. Верующий человек, который ходит во свете, он не может быть вне общения друг с другом. Жизнь христианская лишена всякого смысла, он изолирован, он лишает себя благословения, и это очень важно. Апостол Ян говорит 9-10 стих 2 главы, мы будем говорить дальше, чуть позже в этом же послании. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. Это очень сильный, важный стих. Просестры, хождение во свете не только позволяет иметь правильные отношения друг с другом, но самое главное, заглаживает наш грех перед Богом. И мы читаем в конце, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Просестры, только вдумайтесь в эти слова, если быть беспристрастным, беспредвзятым, не пытаясь сейчас кого-то судить или кого-то сверять. свое сердце. Мы ходим во свете, мы имеем отношения друг с другом, и у нас есть огромная милость и привилегия рассчитывать на то, что кровь Иисуса Христа будет омывать от всякого греха. Каким образом это работает, как это взаимосвязано между собою? Очень кратенько перед нашей молитвой. Просестры, когда мы ходим во свете, как мы сказали, прочитали, перед ним все открыто, и глаза его видят все. И если я честный, братья и сестры, я не буду прятаться, как Адам и Ева. Я буду искать общение, я буду приходить в церковь. Знаете, когда был конгресс, и когда в зале находилось около четырех тысяч молодежи, а рядом возле этого большого зала было огромное помещение, может быть, как это, поделенное на многие ячейки, где проходило служение душепопечения, братья и сестры, я был потрясен и поражен тем, что в субботу в течение всего дня сотни людей, молодых людей, приходило из зала для того, чтобы помолиться, чтобы исповедоваться, для того, чтобы признаться. Почему? Потому что Слово, которое проповедовалось, освещало жизнь, мысли, и абсолютно они не хотели оставаться в этом. Я могу проводить десятки свидетельств, когда люди говорят, Слово обличило меня, я каялся там, я хочу прийти и исповедоваться, рассказать свою жизнь. И последний брат, служитель, который ушел оттуда, уже было 11 часов, когда уже двери практически закрыты, уже убирали этот зал, он вышел, говорит, лучше бы я три проповеди сказал вот там в зале, потому что то, что приходится находиться, слышать, молиться, плакать и участвовать в этом процессе, это нелегко. Но это благословение, братья и сестры, потому что братья, служители, слышали и видели свидетельства не только людей, которые раскаивались, но видели происходящее чудо освобождения, когда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это величайшее благословение. Братья и сестры, когда кровь Иисуса Христа очищает? Девятый стих этой же первой главы. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот это благословенное условие. Братья и сестры, хождение во свете. Я еще раз говорю, это не привилегия каких-то супердуховных людей. Это люди, которые осознают свою нужду в Боге, осознают себя грешниками, помилованными, прощенными, но нуждающимся в прощении. Братья и сестры, вас удивляет, когда в доме молитвы слышно молитва «Господи, прости меня, очисти мое сердце, мои глаза, мой язык, мой разум, приготовь меня к вечере Господней». Меня не удивляет? Я радуюсь, я сам молюсь этой молитвой. Братья и сестры, что происходить будет сейчас, когда мы склонимся? Кто-то в тишине, а кто-то в слух, понимая величайшую ответственность, которая нам предстоит сейчас. Мы будем просить «Господи, прости меня, хочу достойно участвовать». Вот что дает, братья и сестры, хождение во свете. И когда Христос давал ученикам заповедь, братья и сестры, Он не подвел их по два человека и преподал им эту вечерю или по одному. Он собрал их вместе. Братья и сестры, когда церковь собирается, мы не делаем это дома, мы не имеем этого права делать, мы это делаем в церкви. Почему? Потому что мы хотим ходить во свете, мы хотим ходить, иметь общение друг с другом, и мы хотим, чтобы кровь Иисуса Христа очищала нас от всякого греха. через несколько минут, братья и сестры, многие из нас будут брать чашу благословения. И апостол Павел говорит, чаша благословения, которую благословляем мы, приобщаемся к крови Христовой. Братья и сестры, пусть это слово, которое сегодня прозвучало, будет для нас ободрением, утешением, изменением нашего мышления, нашей жизни, изменению отношения к нашей церкви, к посещению служения, к общению друг с другом, к хождению во свете. И вот тогда, братья и сестры, мы имеем особую привилегию с глубокой верою благодарить за то, что кровь Иисуса Христа может очистить нас от всякого греха. Да поможем в этом Господь. Аминь. Я приглашаю к молитве. Аминь. Аминь. Аминь.